Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Металлокорскол» Андрей Ковальевич Череплицов. Андрей Ковальевич, ну пожалуйста, поделитесь своими первыми впечатлениями о прошедшем матче. Потом журналисты зададут вам свои вопросы. Пожалуйста. А что тут делиться? Мы не настраивались на такую игру, что хозяева будут в первых минут иметь преимущество. Поэтому и так они сложились. Преимущество у вас было и владение мечом, и там где-то моментиков побольше было, я согласен. Мы старались. Не всегда получалось выполнить установку. Перевести быстро сланга на фланг. И выскочить. Так где-то ребята установку выполнили. Мы знали, что у вас высокий нападающий с ним играли плотно. Подбор в середине не всегда получалось тоже. Но во втором тайме лучше. А так говорю, преимущество было, я считаю, у факела. Команда с традициями. Тут мы все тоже переживаем, болеем, чтобы вышли в первую лигу. Чтобы мы будем ездить, смотреть. Потому что отношения у нас нормальнее с факелом. Так что преимущество еще разли было по игре у факела. Какой рецепт вы для своих подопечных, вот как с факелом бороться? Не дать пространство. Компактно все, не дать разыграться. Только даем разогнаться, все сразу, преимущество. Один в один обыгрываете, другой уже преимущество выдергивается. Уже преимущество лишнего игрока, уже тяжело перестроиться. Не даем обыгрывать и компактно все. С нападающим, как Антипенко сыграли, нормально. В этом моменте, как пол в один, не справились. Цели какие ставить перед командой в сезон? Да у нас цели какие. Мы играем. В каждой игре стараемся как-то не проиграть. А там, как получится, подбор игроков у нас, может, к счастью, остался костяк тот же. Добавили троих-четырых человек, старались. Ну вот сейчас ищем еще нападающего. Нападающим, к сожалению, проблемы. Воронишься, какую роль играет в Ахшеле? У нас, я скажу вам, коллектив не сглазит ничего, не хочу сказать. С того года, как они друг за друга. И все, у нас, как бы, они в Воронеже уже давно играли. И Кристиненко был в свое время в Старомосколе. И Чекунов влились, все нормально. Бураков у всех. Да. Но немножко еще, как бы, ну, ему надо войти в команду, в коллектив. Потихонечку, потихонечку он входит. Сашка старается. Игрок, как бы, хорошего уровня. Я думаю, он поможет нам очень. Сезон длинный. Так что, пригодятся все. Чекунов как-то странно сядь, повел кольфер с две минуты. А потом, как рывок дал на трибуны на эти минуты. Не знаю, может, я его шок. Я еще не спрашиваю, я извиняюсь. Скажите, а по финансовому состоянию лучше, чем в страшном году? Так же. Так же. И есть такой же риск, что... Нет. Играть мы будем, но пока остались на твой уровень. Скажите, на ваш взгляд, чего сегодня не хватило у воронежской команды, для того, чтобы можно попытаться забить? Потому что сами знаете, задачи стоят побеждать в любом матче. Я вообще так не обсуждаю. И вот, как бы, коллег и команды, все старались, все молодцы. Может, где-то в конце индивидуально что-то, может быть, сыграл бы нестандартно и забил бы. Вот так вот. А что-то в сегодняшней тактике Факе для вас осталось от призов? Я не слышу. В сегодняшней тактике Факе у вас что-нибудь для вас осталось от призов? Да мы их изучали, смотрели, разговаривали. Потому что футболный мир тесен, мы общаемся. Мы ждали этого, что будут края, будут лезть, лететь, подачи будут, играть будут, наверное, Тепенко, сброс будет, здесь подбор. Мы это все разбирали, смотрели. Сюрпризом, так сказать, не было. И очень поздно замену Ксанину в свадьбе мы начали делать, задумка такая была или хотели бы посмотреть? Ну, тут уже я смотрел по состоянию ребят, потому что у нас, к сожалению, перед поездкой один отравился, оставили, тоже игрок основного состава. Планировал бы поставить сразу крайний полузащитник, пришлось вот так вот все перегаспусовать. Поэтому, еще раз говорю, ждали, как смотрели по состоянию. Просто показалось, что именно после замен Факе намного активнее, что действует. Ну, правильно, я уже выпустил, мы уже выпускать начали защитника здесь. Поэтому, поэтому правильно. Спасибо. Владимир Васильевич Муханов, главный тренер футбольного клуба «Файт» по вашему вниманию. Владимир Васильевич, первое впечатление от прошедшего матча. Впечатление, в общем-то, от результата больше всего. По такому преимуществу, конечно, какой-то гол забивать было. По игре много вопросов, это естественно. Особенно касается первого тайма, где, не будешь фамилии говорить, тогда не поймете, люди не попали в игру совершенно, пришлось сделать замену. Суть-то была в одном, мы, в общем-то, посмотрели, разобрали команду, нашли определенные слабые места. Второй таймот показал, где можно было проводить скоростные атаки. Вопрос в том, что пока еще, конечно, взаимопонимания не хватает. Не только впереди, но и в определенных моментах обороны. То есть, какие-то стопроцентных моментов у наших ворот не было. Достаточно неприятные позиции были, когда нашу крайнего защитника обыгрывают бровку спокойно. Там пару прострелов было. Это быть не должно. Но те вторая, 20-ти минутка второго тайма, когда резко увеличилась скорость принятия решений, и движение мяча, в общем-то, и появилась такая игра, к которой будем стремиться. Жаль, что не забили. Может быть, их моментов не очень много было, но по такому преимуществу второго тайма, безусловно, надо было забирать этот мяч. Комесову на второй тайме не хватило, да уж? Думаю, да. Во-вторых, все-таки, значит, у нас Кузнецов, который там получил травму на сборах и долгое время не играл, его сейчас хватает где-то 30 минут, может быть, 40. Мы ожидали, что он обострит игру, и от него-то пошло разумное начало. Хотя Комесов за счет своей молодости объем выполняет большой, но тем не менее, где-то в каких-то не очень обязательных ситуациях терял мяч в центре поля, это нельзя допускать. Есть определенные открытые ходы, где можно прийти к партнеру острому через промежуточный пас. Поэтому я там пару раз ошибся, и я принял решение поменять его. Ну, а Альшин тоже пару раз обрезался. Да, и у меня здесь сразу вопрос. Воспитанник спорта, как и школа, обязан знать, что под партнеру поперед, если, в общем-то, по линии стоит соперник, не дается. А если дается, то под дальней. Молодой парень. Молодой человек. Еще пороху серьезного, они никто не уникал. Вот, тот же Митфуллин, вроде бы чемпион в составе ЦСКА, был на подходе, там, с основным составом тренировался, но вот так вот чисто закалки такой в горниле, серьезные борьбы, они еще не проходили. Поэтому Комисов, Митфуллин, Альшин, я думаю, что у них какое-то будущее есть, если они будут хорошо, серьезные и вдумчиво работать. Вот, и, к сожалению, у нас связано с тем, что становление игры, это занято определенное время, мы с вами на эту тему говорили, но мне не хотелось бы терять лишние очки, отставать далеко от лидера. А Машухов как-то в движении проседал после первых 20 минут, наверное, от него как-то вы другого тоже сдали, да? Я знаю, как он играет. У него была тяжейшая травма, разрыв приводящей мышцы. Он долгое количество времени не играл. Сейчас он, конечно, не в таком игровом тонусе, который, в общем-то, для его уровня должен быть. Но, как ни странно, в первом тайме он выгодил гораздо хуже, чем во втором. Варьер Апсич, насколько вы сейчас знаете о лисках? Две игры подряд. Да, знаю, что с лисками. Знаю, что это между собой, знаю, что это за, как это называется, дерби. Дерби. Две игры подряд с одним и тем же соперником всегда трудно. Но мы попробуем как-то, может быть, тактику проварировать, свежих игроков ввести. Надеюсь, что достаточно, ну, я не легких игр не жду в таких дерби, но будем стараться как-то хитрить, что-то придумывать. Может быть, в кубковой игре нескольких по-другому сыграть не желать. Ну, там синтетика, там все. Там синтетика? Не может быть. Мне такого не говорили, нет? Там нормальная травма. Нет, там порядок, да? Нежелев вышел на поле, вроде как-то резко все, но как-то все очевидно и без креатива. Торчук там же, как-то он по-другому смотрелся. Все-таки у человека, у Ольга-то прилично, я понимаю, Нежелев, наверное, что-то как-то очень все не затеяли. Нежелев хорош, он на пространстве. Когда есть пространство и небольшое количество игроков. То есть, если отыгрывать через левый фланг большую группу игроков соперника, доставлять ему мяч, где он один в один, он может разобраться. Где плотность, здесь немножко у него... Ну, я бы так сказал, он здесь отсюда выходит не совсем остро. Хотя, мое требование, если соперник успел свиститься более чем двумя против тебя, надо сохранять мяч и разворачивать его в совершенно другом направлении. Смена направления атаки, это главное для того, чтобы вскрыть оборону соперника. А почему твоё решение, может объяснить, Соколову заменили далеко не худшего, а Машенкову на последнюю не меняли? Ну, как вам сказать? Для того, чтобы Машенкову поменять, нужно на этот матч было достойно здесь кандидатуру. Мячков отравился и урвал он ночью, поэтому здесь, сказать, особо менять не на что было. Зачем рисковать, пусть парень отойдёт. А то, что касается Соколова, то и у него уже не было той резвости, да, он там уже несколько раз вытыкался в соперника, и я надеялся, что Сокольников обострит на уставшем сопернике ситуацию. Ну, в общем-то, Костя пытался что-то сделать, и даже мог сегодня забить гол, если бы не пробежал, я не знаю, кто-то говорит, что там было решение правил, не знаю, я не видел. А вы не смотрели видео? Нет, пока ничего не смотрел. Потому что на фото юбопорные попали. Ну, в общем-то, я обычно судейство не комментирую, но мне лично на вставке видно не было. В том эпизоде ему надо было, если говорить по науке, если опережение всегда у нас Антипенко, да, так он ближний к атаке, то Костя должен был чуть-чуть приотстать, и как раз возможно он... У меня стало впечатление, что он мяч пробежал. Пробежал. Задержись на миг, он забивал бы в пустыне. Может быть, даже с нарушением правил со стороны соперника, потому что мячу-то некуда было убиваться. За две первых игры, в общем-то, не самыми сильными соперниками, вы что-то новое о второй лиге узнали для себя? Ну, я-то не был каким-то, как это называется, романтиком, потому что здесь можно пешком пройти по всем. И тем более, когда идет становление команды, у нас каждый соперник будет сейчас какой-нибудь крепкий КПК, и то надо будет, вообще-то, достаточно изобретать, если прерывать, чтобы обыграть. Поэтому думаю, что все будут биться, тем более Сваровича, вы знаете, все будут биться, словно они полостались так, что подсели, но до конца бились. И все-то, все игры такие будут. Я не жду легких, не отомно. Вот когда все отладим, там уже будет все равно, кто-то лидер или, значит, середняк, когда у тебя будет поставлена игра, тогда будет уже более спокойно, я имею в виду, в том смысле, все равно, все равно, кто из соперников. Если правильно играем, будем обыгрывать их. Но вы сколько тур в себе, вот вы говорили, 3-4 тура сейчас, сколько примерно? Нет, я по-хорошему говорил по-другому, что вообще, строил команду, мне нужно было 3 месяца. 3 месяца? Да, и 3-4 тура. Здесь этого времени не было вообще, и я надеялся, в общем-то, на что, то, что все-таки очки будем цеплять. Не терять лишних, вот, например, сегодня считаю при этом преимущество, надо было забивать. Как угодно, но забивать. Игра будет потихоньку, я уверен в этом, сейчас закроем еще наши дефицитные позиции, левозащитник, нападающий нужен острый, еще есть определенная кандидатура. Ну, не по делу, как быть, очки потеряли. Не сказал, что по центру базы, ностропически не хватало. В принципе, давление-то было, но моментов практически не было. Да, было напряжение, но последнего у Пасова совершенно правильно говорить. Из-за этого, в общем-то, много не состоялось. Последнего у Пасова не было. Какой-нибудь реактивчик планируете брать? Чтобы было бы. Хотелось бы, да. Хотелось бы. Тем более, что еще будет 3-й герпинг. Да? С Липецкин? Не, ну, там и Курск, и Орел. Я, в принципе, не могу. Сейчас о том думать, сейчас о Лисках надо думать. Сегодня планы нападающих вышли номинально в старт. Он поставил, сможете и прохватизовать? Ну, Антипенко все видели. Он своим трудом, в общем-то, подкупает всех. Хотя, по-моему, по нашим планам, он не должен такой объем делать и глубоко отходить. Он должен при игре, нормальной игре флангов, быть наконечником. Поэтому, считаю, что он достаточно много распыляется. Может быть, этим заводят партнеров, остальных, к всего точки зрения, не справляющихся своими обязанностями. Но, по-спаку сказать, трудно. Он сегодня не попал. Вообще. Как вам антураж на стадионе? Не, 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 антураж мне всегда нравился. И я надеюсь, что все-таки с нашим качеством усиления игры люди будут ходить. На футбол я, как всегда, снимаю шляпу перед болельщиками. Болели здорово, все поддерживают. Спасибо им огромное.